X-Running, Harvard Design. Я не знаю, что тут особо дизайнировать. Скорее всего, здесь инженерная часть важна, как сделать такую толщину и такой тонкий LED и вот это все кольцо. Я люблю когда вот так сделано, когда светильник светит вниз, а не внутрь кольца. Хотя и то и другое имеет право на существование, потому что у них разные применения. Диаметр здесь могут быть 60, 80, 120, 180 или даже 240. Я вижу прямо над барной стойкой здесь еще больше, чем 240. Хотя, может, мне так визуально кажется. В общем, 240 это примерно вот столько, сколько здесь. То есть, просто огромное кольцо. Вот эти, наверное, восьмидесятки. Скорее всего, одна, ну, может быть, одна, нет, обе по 80, да, 60 будет, наверное, поменьше. Да, возможно, оказалось, что это больше. Наверное, 240 это и есть вот этот диаметр. Возможно, это поставляется секциями, потому что было бы очень неудобно вести такой огромный размер. И в этом была суть дизайна. Потому что сказать, что здесь есть какой-то особый дизайн, да что его придумают? Ну, кольцо, светильник. Вот эти я хотел бы показать лампы. Мы давным-давно уже использовали утопленный тубус в потолок, в цилиндр. Он, кстати, был уже одно время без каемочки. Сейчас, собственно, с таким светильником каемочка вполне допустима, потому что мы специально, дизайнер специально стремится привлечь внимание к вот этой чашке. То есть он уже не маскирует ее в потолок, как будто бы она отсутствует, а наоборот делает ее из различных материалов. А значит, использует каемочку с одной стороны для того, чтобы облегчить работу ее встраивания, а с другой стороны для того, чтобы подчеркнуть сам материал. И стеклянный рассеиватель. Фактически можно сказать, что это задумано как направленный свет, но за счет стеклянного диффузора он будет более рассеян, чем если бы это был тубус, который бы направлял его в определенном градусе. То есть весь широкий градус распространения. Ну, в общем, из технического светильника сделали такой наполовину декоративный, даже в большей степени декоративный, чем технический. То же самое можем сказать здесь. Открытая лампочка и абсолютно одинаковый цвет покрытия, анодирования и вот этого закрытой части купола лампочки и самого цилиндра, патрона, куда она вкручивается. Ну, единственное, когда я смотрю на это, то мне хочется пожелать покупателям, чтобы у них лампочка не перегорала никогда. Скорее всего, купить ее будет возможным только у самого производителя. Это был известный торшерчик, ему уже не первый год. А вот тут я вижу просто, как этот элемент перекочевал в такой светильник-тарелочку. Ну, тарелочку барабанщика, я имею в виду. Или вот в такие конусы, или даже, возможно, в батончик или в шарики. Шарики задымленные снизу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok